Я хотел начать с того, что сегодня суббота, и ты опаздываешь на работу. Есть такой момент, да. У вас шестидневка все время, или потому что у вас какие-то съемки приближаются? Мы шестидневка и семидневка, бывает тоже. Ну, у комика же вообще должна постоянно быть семидневка, вот. Ну, так у нас еще это и официально, процедурально оформлено. В контракте? Нет, не в контракте. Ну, действительно, у нас такое, что мы не отдыхаем, у нас нет много времени на отдых. Это не потому, что у вас съемка какая-то грядет? Это же процесс, который идет постоянно, это же не то, что там съемка один раз в 10 лет, а потом 10 лет отдыха. Это непрерывный процесс. Какая часто у вас съемки? Нет, ну, смотрите, даже если брать программу стендап на ТНТ, которая по субботам идет, у них съемки раз в полгода. Вот я поэтому и как бы... То есть, это процесс, который не прекращается, процесс не прекращается. Люди постоянно готовятся к съемкам, вот. Постоянно горит одно место. Ну, поэтому и семидневка. Я про я чего спросил, потому что я когда работал сценаристом в Comedy, и это были самые тяжелые годы для наших отношений, потому что у нас... нам всегда говорили, мы сейчас пока запускаем проект, вот пока будет шести-семи дней в КП. И я там приходил в два часа ночи, обнимал Олиус, усыпал и в десять уезжал обратно. И так было шесть-семь дней в неделю. Я думаю, ну, наверное, сейчас мы запустим проект, и вот тогда начнется хорошая офисная жизнь. И я подозреваю, что никогда она не начинается в Comedy. Ну, у вас спустился в итоге проект? Нет. У них закрылся проект. А, у вас закрылся проект. Это такое было облегчение. Под Новый год. Ну, мы уже привыкли. Мы уже привыкли к этому режиму, поэтому, ну, если что-то изменится, пожалуйста, а если так останется, ну, мы уже привыкшие за два года. Вы отсняли сезон? Ну, вот у нас в апреле была съемка первой половины первого сезона, вот. Будут съемки еще чуть позже в этом году второй половины, вот. А потом будут эфиры. Какой, я не знаю, какой ты видишь, типа, свою жизнь, условно, через там, ну, после выхода, не знаю, когда он выйдет, женский стендап. Какой расчет? Мне просто интересно то, что у вас есть отдельный проект для девчачьего стендапа. Ну, для меня, мне не кажется немножко странным, что он есть отдельный. То есть, он, с одной стороны, какая-то такая есть в этом феминистическая штука, да? Ну, да, наверное. Что девочки говорят о своих вещах, там, о своих проблемах, но при этом это как будто, знаешь, типа, сознательный уход такой от конкуренции с, вот, с вашими богами. Сознательный уход от конкуренции с богами? Ну, типа, окей, там, есть Юля, есть Ира, Вика, возможно, мы не вывезем конкуренцию с ними, поэтому мы себе сделаем отдельный проект. Это отчасти так кажется, я не настаиваю, что это так. И поэтому мы ждем, что ты сейчас развеешь этот мир. Нет, подожди, я не совсем понимаю про конкуренцию. Ну, просто, почему нужно было? Ну, условно говоря, да, есть ТНТ-шный стендап основной, у которого там, в который в один выпуск влезает, там, сколько, шесть комиков, условно говоря. То есть, ну, уже есть конкуренция, потому что комиков гораздо больше, чем вмещает в себя сезон ТНТ-шный стендап. И то, что у вас отдельный проект, это, с одной стороны, клёво, потому что вы говорите, ну, это как будто больше территория для всех женских штук. С другой стороны, это как будто может казаться, что, ну, девочки сознательно решили не, вот, не бороться за вот те шесть слотов. О, нет, 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 это не так, совсем не так. Ну, действительно, в программу стендап на ТНТ пытается попасть очень много комиков, вот. А жанр же разбивается, комиков появляется все больше и больше, поэтому логично, что появляется и больше программ. Ещё же, вроде, стендапы на канале Че появился, я знаю, или готовится, там, что-то. Закрылся. Вроде бы, какой-то новый, там, проект должен быть, да. Вот, поэтому, ну, естественный процесс. Почему должна быть одна программа про стендап только на телевидении? А почему ты выбрал женский стендап, а не основной стендап? Нет, не мужской. Ну, нет, я не это хотел сказать. А мужского-то нету, да? Ну, вот, почему ты... Я бы хотел выбрать мужской стендап, но не было такой программы. Нет, ну, не стендап на ТНТ, который выходит в субботу. А я ничего не выбирал, на самом деле. Мне предложили быть частью проекта, и я с радостью согласился. Вот. А там, а оттуда был? Оттуда. Оттуда. Ну, были какие-то предложения, там, писать монолог для них? Ну, в программе стендап на ТНТ, как я понимаю, ты борешься за то, чтобы попасть в рубрику, открытый микрофон, быть этим приглашённым комиком. Ты уходишь на технички этой рубрики, вот, доказываешь себя, вот. Я не знаю таких историй, когда из программы стендап на ТНТ прямо к кому-то пришли и сказали, мы приглашаем вас, вот прямо приглашаем, и очень хотим, чтобы вы прямо к нам пришли. И грамоту. Да, там нужно побороться, чтобы в эту программу попасть со стороны, там нужно бороться, очень долго ходить на их технички. Так ты боролся или сразу? А у меня не было времени, потому что всё очень быстро случилось, после открытого микрофона сразу очень быстро мы начали работать над женственным стендапом. То есть ещё тогда это сколько лет? Три мы посчитали. Ну, открытый микрофон был в эфир, пошёл в семнадцатом году, вот. И вот в семнадцатом году мы начали работу. А чё, почему так долго вы работали? Почему так долго мы работали? Ну, вот оказалось, что это требует затрат временных, вот. Ну, наверное, всё можно было бы в сорок раз сделать быстрее, но я так понимаю, что требовалось определённое качество, вот. Требовалось нащупать это качество, требовалось нащупать стиль, войти в русло, как-то сработать со всем, вот. И это оказалось, что это занимает много времени, на самом деле. А это от канала были какие-то направления, ну, пожелания? Или вы сами внутренне чувствовали, что ещё надо годик? Ну, вообще, насколько я понимаю, вообще проекты телевизионные такого рода, их развитие занимает долгое время. Я слышал, что импровизация развивали три года, прежде чем она пошла в год. Да, это правда. Поэтому я думаю, что вот то, что мы работаем всего лишь два года над нашим проектом, это, в принципе, цветочки ещё. Я просто, когда мы пришли работать в камеди, нам достался бывший кабинет импровизации, и это была просто пустая комната, и на потолке висела гоупрошка, я так понимаю, что они просто, ну, приходили там в десять часов и херачили весь рабочий день тем, что под гоупрошкой импровизировали. Да. А им же, наверное, ещё сложнее, чем вам, потому что, ну, у тебя же нет технической вечеринки импровизации, ну, наверное, сейчас уже есть, но на том моменте, когда ещё этого не было как жанра в России, наверное, они просто импровизировали... Я понял, я знаю, что есть какой-то документальный фильм про то, как они развивали проект, вот, да. Ну, мне сестра рассказывала, что где-то она по ТНТ смотрела программу про то, где рассказывается, как импровизация развивалась три года, вот. Я не знаю, как они это делали технически, вот, но у нас есть технические вечеринки, да, где мы проверяем материал. Я все это к чему спрашиваю, потому что ты же планируешь поехать в гастроли, очевидно, когда это всё выйдет на телек. Я бы хотел поехать на гастроли. Да, я вот к чему. Мы все знаем о твоей ориентации по твоему самому первому эфиру на ТНТ. Как ты... Ты уже выступал в регионах? Да. Как... Как было оно? Очень хорошо. Я заметил, что чем более провинциальный город, чем более страшно он звучит, тем лучше там выступление, тем теплее публика. Я выступал в Череповце однажды. Это город, где 75% населения занято на столелитейном производстве, по-моему, в химической промышленности. Какие-то у меня там два объединяющих индустрии. И в зале сидели мужики в куртках, вот. И в моих воспоминаниях это вот одно из самых тёплых выступлений. Это вот все эти мужики после выступления хотели со мной сфоткаться в обнимку, вот. Как непарадоксально. Ты прямо рассказываешь какую-то такую... Ну, почему задаём этот вопрос? Потому что мы недавно ездили к родственникам в курс. К родственникам, понимаешь? То есть, как бы, к тем людям... К родным людям. К родным людям, да. И, в общем, как-то так... А я давно не приезжала, и, в общем, нас начали пытать про то... Ну, в общем, вот мы ездим там по Европам. Ну, мы с Денисом сейчас реально как-то решили, пока у нас только две собаки, а не 10. А не приют. А не 10 и не приют, потому что... И не ребёнок. И не ребёнок. Ну, не знаю, мне кажется, что скорее будет 10 собак. Да? Серьёзно? Ну, мы пока... Да, шансы на третью собаку выше, чем на первую ребёнку. Мне кажется, у меня ребёнок появится раньше, чем собака. Это круто. Вот состояние современного общества. Гетеросексуальные пары завалить собак. Если что, мы тебе отдадим своего... Себя, лабрадор? Себя, лабрадор? Слушайте, дил. Потому что я давно не знаю, как решить этот вопрос технически. Ну, нет, ну чего, я пока боюсь. Ну, короче, мы поехали в город. Я обещаю воспитать твоего ребёнка хорошо и заботиться о них. Как себя. Всё, я не волнуюсь, если случайно. Прекрасно. Я воспитаю конкурента твоего. Он будет ещё более успешным стендап-комиком. И Денис через 20 лет будет говорить, «Ник, я твой отец!» Ну, мне кажется, что... Ну, я ему дам какое-нибудь иностранное имя. Ну, да. Как Филипп Киркоров. Типа. Изабель, Ник. Ну, не Мартин. У нас же ребёнка. Мы все согласились, что Киркоров тоже. Окей. Вот. Мы поехали в город, наш родой Круасвиком. И как-то зашла тема из-за того, что мы путешествуем. И в том числе по Европам. Что типа, ну а как вам там в Европах? В Европах этих мы говорим, что ну ещё классно. Вот бы была возможность там переехать туда. Потому что абсолютно другой уровень жизни. И нам начали, ну там типа, затыкать странными аргументами. Типа, ну там странные законы по воспитанию детей. Их бить нельзя. И я такая типа, ну окей, хорошо. Давайте попробуем не бить ребёнка. Ну типа, нельзя даже подзатыльник дать. Я говорю, ну и мне кажется, это правильно. Естественно, зашла тема про гомосексуализм. И мой брат, который на 4 года старше меня, двоюродный. У него просто начало бомбить. Вот, ну вот, серьёзно. И его гневом можно было обогреть микрорайон в Курске. Потому что типа, да, да ты чё? Там в Европе эти геи. И я задаю вопрос, ну типа, а почему тебя это так волнует? Почему тебя это так волнует? И мне не могут объяснить. Ну кроме того, что типа, это неправильно. И почему аргументы неправильно? Ну, они свалились в религию, потому что вся семья очень православная. И потому что типа, это очень греховно. Но мне кажется, что типа, опять же, если мы говорим про религию, то не вам судить. И поэтому мы задали этот вопрос. Потому что, опять же, в Курске моя наша подруга, которая нас познакомила, она в своё время влюбилась в гея. И они были просто друзьями. Вот. Правда, они поцеловались и у него привстал. Но она всё равно считает, что он гея. И я говорю, я настаиваю, что это как минимум бисексуальность. Угу. Вот. И сейчас мы это отдельно обсудим. И, в общем, в Курске, ну быть геем, это прям какой-то зашквар. Ну, то есть, может быть, это какая-то локальная специфика, потому что у нас есть тюрьма, я не знаю. То, что твой брат так реагирует, на самом деле, часто бывает на выступлениях у меня, я замечаю, что где-нибудь в первом ряду сидит чувак просто с очень недовольным выражением лица. Вот видно, что ему так не нравится, что я стою на сцене и ему это рассказываю. Он просто это воспринимает настолько на личный счёт, что вот если бы была воля, вот он бы встал или ушёл, или меня бы со сцены убрал. И очень часто, в большинстве случаев, этот чувак где-то там через 10 минут начинает смеяться. Поэтому это всё настолько относительно и приходящее, вот этот твой его темперамент, который мог обогреть Курск. Да. Вот это всё так меняется просто со скоростью света в нужной атмосфере. А через юмор так вообще. Очень быстро мнение людей меняется. Поэтому я даже уже, мне сложно воспринимать всерьёз, когда кто-то так злится по поводу Европы или геев. Я просто думаю, ну просто ты вот не попал в хороший, интересный разговор на эту тему. А я, кстати, смотрел... Подожди, 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 мне же интересно теперь узнать, в общем, если целовались и привстал, это бисексуальность? Если целовались и привстал. То есть она целовалась с каким-то чуваком, она утверждает, что он гей. Он утверждает, что он гей. Он утверждает, что он гей, у него привстал. Может быть, он её просто обманывает и типа хочет как-то от неё отвязаться? Типа, я гей, всё, я гей, ты стрёмная. Ну нет, у него есть типа гетеросексуальный партнёр, гомосексуальный партнёр, я путаю всё время. Вот, поэтому как бы... По поводу привстал, я вообще считаю, что сексуальность это спектр, так? Это не чёрное и белое, ни день и ночь, это спектр, вот. Человек может находиться на разных границах спектра. Возможно, то место, в котором он находится на спектре, позволяет, что в некоторых ситуациях у него может, как ты говоришь, привстать. Случается. Жизнь очень непредсказуемая штука. Всё время говорят про то, что вот, человек всю жизнь был натуралом, а потом в 50 лет понял, что ему нравятся мужчины, да? Угу. Но если это работает в эту сторону, почему... Не может сработать в обратном. Почему это не может работать так, что он был гей, а потом вдруг как-то сошли звёзды, он целовался с девушкой и у него привстал? Ну, я вообще считаю, что ни от чего нельзя зарекаться на самом деле. Просто... У меня позиция такая, в общем, я сейчас читаю очень много книжек про то, как нужно воспринимать мир, себя в нём, и моя позиция такая, что ты, конечно, не поменяешь людей всех, и вообще это неправильно. ferretbootalo... Но, по крайней мере, ты можешь высказать свою позицию, и если человек тебя услышит, то услышит, а если не услышит, то ты хотя бы сделал, по крайней мере, всё, что ты мог сделать, ну вот как-то... А, ты имеешь в виду, что когда ты общаешься с гомофобами, ты не поменяешь их, но если ты выск créешь свою позицию... Да, но если выскажешь, да... Но если ты выскажешь, то ты хотя бы сделаешь что-то... Хотя бы что-то... Не промолчишь... Да... Но, как-бы, я поспорила со всей семьёй, т.е. там сидел дядя, дядя, которому там уже за... ну, типа под 70, И для них это всё было прям какой-то вообще адский просто адский ад, но я, по крайней мере, заложила зерно в их... Но они же ни разу не видели гея живого. Ну, они могли об этом не знать, потому что в курске всё скрывают. Ну, так скрываются, да. Когда моя подруга рассказала, кто гей, потому что она дружила с геем, и они ходили в закрытые вот эти клубы гейские, оказались мои деканы из моего университета, которые ты никогда вообще не скажешь. Ну, как бы есть какой-то определённый типаж, на котором ты можешь подумать. Но у нас есть такой стереотип, что если мужчина за собой ухаживает, что если, не знаю, он делает маникюр, хотя это нормально расчёсывается, и знает, что такое парфюм, а не деколон Александр. Викинг. 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 Вот эти вот все. Виски. Это знаменитая коллекция высокой моды. Вот, то он, ну, гей. Есть такой стереотип. Так вот, декан, он вообще, ну, ты вообще никогда в жизни не сказал. И поэтому, может быть, они и не знали, что они общаются с геями. Да, в этом-то и состоит загвоздка, что они не знали. А если бы знали, что общаются с геями, имели бы какой-то опыт общения с нормальным живым человеком, то всё было бы совершенно по-другому. Я, кстати, смотрел недавно Эдди Изард интервью. Угу. Я тоже смотрел благодаря твоему телеграм-каналу. А, ты понимаешь, о чём я говорю. Твой телеграм-канал – это окно для меня в мир прогрессивной западной комедии. Так приятно получить какую-то ссылочку на Эдди Изард и посмотреть это всё. Да, Эдди Изард – это комик транс… Я уже запутался в его самоопределении. Но вначале ты не говорил, что он трансвестит. Ты наставил на этом. Да, но он уже сам что-то начал как-то менять свои понимания. А, он уже сам, я последнее, что я… Но он сказал, что он трансгендер вроде. Да. Последнее, что я про него слышал, это то, что он просто чувствует в себе вот это женское начало. Вот. Что ему… Предпочитает он женщин в сексуальном плане. Вот. То есть, по сути, такая лесбиянка в мужском теле. Да, он так и говорит. Ну, просто… Он говорил, что он как раз, чтобы снять страх вот этих людей, он старается быть максимально скучным человеком в жизни. То есть, он в женском деянии подходит и говорит, погода, что-то сегодня так себе. И люди такие, а, он же просто скучный тип, просто ужасный. Ну, то есть, мне кажется, что реально рост нашего общества в этом плане, он замедляется тем, что одни боятся себя показать, а другие боятся их. И просто какой-то общий страх. Не, ну, мне кажется, что тут просто еще вековые устои. Ну, вот, серьезно. Потому что, сколько я не общалась с гомофобами, они не могут объяснить свою позицию. Не могут объяснить. Факты никакие не могут привести. И это случается, когда просто рушатся устои. То есть, ему говорили там с того момента, как он рос. Все. Все общество говорило. Ну, и как бы не у всех есть силы и возможности признать или понять, что то, что говорит общество, это не всегда есть правда. И вообще, мне кажется, наша основная проблема в том, что мы живем в каких-то навязанных стереотипах. И очень, особенно в России, нас приучили к тому, что, типа, если все так думают, то это правильно. И в России, и в СССР было неправильно выделяться. То есть, быть, как все, это хорошо, быть каким-то другим, это плохо. И поэтому это так болезненно именно в России. Потому что люди не готовы... Коллективистское сознание. Да, люди не готовы... Я буду думать так, как все. Да, люди не готовы к тому, что можно думать по-другому. И я даже помню, что в детстве мама моя всегда мне говорила, ну, условно говоря, если я что-то делала не так, но если это было какое-то стандартное поведение детей, которые все проходят этот период, это было нормально. Но если я делала что-то такое, что, как бы, не свойственно ребенку, то это была проблема. Главное, ну, типа, у нас вообще самый главный вопрос в семье, а что люди скажут? И я все время задавала маме, еще в детстве, а почему тебе важно, что скажут люди? Ну, то есть, я реально не понимала. Меня мама воспитывала очень честной, и она, как бы, потом на этом и, как бы, и напоролась. Потому что, когда нужно было промолчать, я не молчала. И, например, там, я спорила с преподами в универе, которые, там, мне поставил как-то препод четверку. Незаслуженно, как я считаю. И я пошла, короче, воевать. Я написала, там, какую-то бумагу, пересдавала перед какой-то большой комиссией. Эта комиссия потом меня позвала в аспирантуру. То есть, вначале мне поставили четверку, и то, типа, с комментарием, ну, очень слабо. Очень слабо. Вот. И я не промолчала. Ну, то есть, как бы, я спорила, там, с преподами. Можно я тоже расскажу про университет? Это был предмет политической партии. Это был 99-й год. Это было спустя пять лет после прихода к власти Лукашенко. И... А вот есть партии. Давай начнем с этого. А на тот момент, это еще был такой момент, когда Лукашенко ломал все наше общество. Вот. Это сейчас уже все смирились и забыли. Вот, мне кажется, ты сейчас сказал гораздо более опасную вещь, чем признаться в своей сексуальности. Не, ну... То есть, то, что геи тебе еще простят, но ты сейчас про Лукашенко сказал. Не, ничего, все хорошо будет, не переживайте. Я ж в России. И это был 99-й год. Еще тогда были политические партии, и преподаватель пришел и стал вот говорить, что партия БНФ, Белорусский народный фронт, это вообще не партия. Как еще вообще можно считать это за партию? И я встал и сказал, извините, можно вас прервать? Я говорю, вы должны подавать предмет объективно, рассказывать нам про политические партии. То, чем вы сейчас занимаетесь, это все... Субъективизация. Это все субъективизация, конъюнктура, пропаганда. Я говорю, прекратите, пожалуйста, немедленно. И я помню, он выставил меня из аудитории. И у меня тоже была похожая с тобой история, когда были жуткие пересдачи, и они не хотели засчитывать этот предмет. Ну, просто хотел поделиться. Ну, я просто к тому, что, ну, видимо, знаешь, мне кажется... Я не знаю, что должно произойти, чтобы люди в России, ну, перестали так думать. И мне кажется, что у нас искусственно это все поддерживается. Вообще, я тебе хочу сказать, что люди в России, по сути, толерантные на самом деле. Вот из своего опыта после выступления в открытом микрофоне я тебе могу сказать, что я не сталкивался ни с какими проявлениями гомофобии. Меня очень много на улицах узнавали. Ко мне подходили. И в плацкарте меня узнавали. И в кафе, и в аквапарке, где я просто в плавках. И мужики даже в раздевалках тренажерного зала, понимаешь, переодеваясь со мной, и говорили, ой, да это ты с открытого микрофона, ой, да я пожму тебе руку. Я говорю, да подожди, дай я трусы сначала надену, понимаешь? Нет, нет, надо сейчас. Да, примерно так. И не сталкивался ни с какими проявлениями гомофобии вообще ни разу, ни разу. А в интернете я не писали? Мне никто не... Я принципиально никогда не читаю комментарии никакие к выступлению. Нет, не читаю. А в личку мне не писал никто ничего. Круто. А то, что... Нет, а ты читаешь, читал комментарии на выступлении? Я специально вот ночью сегодня пересматривал твои выступления все. И вот после первого... Там это Routube, там, ну, всего шесть комментариев на всём сайте. И четыре про тебя. Да, четыре про тебя. Может быть, там не очень лестные. Один очень такой... Лестный. Да, очень. Типа не ожидал, что так можно. Вау, круто. И три таких типа. Ну понятно всё с вами. ТНТ теперь ещё и это продвигает. Ну вот поэтому я комментарии не читаю. Это когда-то я у какого-то комика иностранного совет такой подслушал, что никогда не читайте комментарии про себя. А Джон Риверс говорила, что ей когда-то дали совет, кто-то из итальянской мафии ей дал совет, что как надо работать. Надеваешь вот такой шлем вот с таким вот здесь заслонками, чтобы ничего не было видно, что по бокам, и фигачишь вперёд, как локомотив. Мне кажется, это и в России, и в Италии проблема, что мафия считается каким-то авторитетом, что типа послушай, как говорит мафия. Не, ну на самом деле, мне кажется, это правильная позиция, потому что мне кажется, что как негативная оценка, так и позитивная оценка людей, она может сыграть злую штуку с тобой. Потому что в нашем обществе, в российском. Потому что это может быть очень объективно, ты можешь к этому прислушаться, и в итоге всё пойдёт в тартарары. Поэтому нужно какие-то, не знаю, свои ориентиры ставить, находить каких-то людей и авторитетов, и вот прислушиваться к какой-то очень ограниченный, очень ограниченный круг людей. Денис читает все комментарии. Это моя работа. И раньше, и раньше, и раньше, и раньше он ещё расстраивался из-за этого. То есть раньше, когда мы начинали только вот первый класс народа, он читал, и если там кто-то писал, например, что проблемы со звуком, у нас реально были проблемы со звуком, потому что у нас вообще были совсем проблемы. Потому что первые выпуски класса народа были в квартире, в которой был очень концептуальный ремонт. То есть там были в одной комнате три вида обоев. И они были все так или иначе какие-то оттенки розового-фиолетового. Поэтому, когда мы просто расставляли камеру, у нас была какая-то мыльница, какой-то Canon за 20 тысяч рублей, у Дениса было розовое лицо. Понимаешь? Розовое. И даже потом всё как бы это обросло, и мы как-то нашли всё это. Я представляю, что мы там писали, что непрофессионально, да что эти техники нету. И Денис расстраивался из-за этого. То есть, ну прям реально очень сильно это может вынимать всю твою душевную энергию. Вот. Я пытаюсь как бы, и сейчас я это говорю, чтобы лишний раз напомнить, что нужно как-то ограничить круг людей, к которым ты будешь прислушиваться, и из-за которых ты будешь переживать. Я помню, что когда я только начинал выступать в стендапе на открытых микрофонах в Минске, тоже был такой момент, что очень много советовали, что ну зачем эта тема? Зачем эта тема? Давай пиши про что-нибудь другое. Это в интернете советовали? Нет, вы подходили где-то, какие-то другие комики. Про что-то другое давай нужно. Ну вот, это всё очень быстро надоест, это всё очень быстро себя исчерпает. Вот. Ну вот, я старался прислушиваться к внутреннему голосу, который говорил мне, что делай то, что нравится, делай то, что хочется. Да. И мне хотелось именно на эту тему писать шутки. О своей жизни гея в Беларуси. Ну вообще, я тебе хочу сказать, что ты в нашей семье очень популярная персона, мы даже про тебя рассказываем. У нас есть история, про которую мы тебе рассказываем. Расскажи, пожалуйста, про открытый микрофон и про чувака с Владивостока. Когда мы уже попали, когда начались технички открытого микрофона, и я был с Владивостока. Короче, мы стояли с чуваком таким, очень брутальным, стояли прямо около стены. А, Алексей Мыц из Камчатки, да? Да. Я хотел это скрыть. Владивосток, Камчатка. А, ты хотел это скрыть? Окей, всё, давай сначала. Нет, ну теперь уже нет. Что, перепишем? Я просто вспомнил, что мы с ним стоим около стены, смотрим всех комиков, и выходишь ты. И, ну у тебя бывает эта тема, что ты теряешь текст, и, ну, начинается какая-то прям турбулентность какая-то. Ты импровизируешь, вспоминаешь шутки, потом опять импровизируешь, и мы стоим, и я прям чувствую, что я вот прям все вот ногтями вот в руку впился. И потом ты уходишь, типа, всё, спасибо, уходишь, я поворачиваюсь на него, и он говорит, никогда бы не подумал, что буду так , переживать. Да, это смешно. Хотя он как бы, ну, и вообще в целом была атмосфера такая не очень дружелюбная в том плане, что... Я помню, что на фестивале разорвал, прям, я прям охренел от того, что какой-то эффект произвело. Потом нас, тех, кто прошел в телеверсию, заселили в гостиницу, и утром я выхожу на завтрак. Я что-то набрал себе еды, иду, с тобой просто за руку поздоровался, знаешь, ну, как... Здорово, Паш, и пошел, даже не как... Я подхожу к столику, к своему, такие пацаны меня смотрят, мол... Ты знаешь, с кем ты поздоровался завтра? Чего? Угу. Я такой, да чё? Слушай, а я, Денис, вообще ничего этого не замечал и не видел, не вижу до сих пор. Вот, вообще, я настолько нечувствительен к этим вещам, кто что подумал, кто как посмотрел. Вот я был на этом фестивале, и мне казалось, что я кайфую, я хорошо выступаю, все меня любят, я всем нравлюсь. Но мне кажется, что... Я не замечал ни косых взглядов, ни каких-то негативных оценок, ничего вообще. Ну, это очень круто. Мне кажется, что ты, типа, ну, своим настолько крутым выступлением, ну, это всё погасил. То есть, ну, выступи ты средне, мне кажется, было бы хуже, потому что... А я часто средне выступаю? Ну, мне кажется, вот это первое выступление, дебют, оно тебе такой иммунитет дало на всё дальнейшее. Потому что, ну, то есть, типа, если бы ты выступил средне на фестивале, я думаю, что были бы разговоры, типа... Так себе комик ещё и толкает одну тему. А то, когда ты так смешно выступил, они такие, ну... Согласен с тобой, что качество выступления здесь, как ты говоришь, дало какой-то иммунитет, всё-всё-всё такое. Но я вот помню, что когда я в Минске начинал, я не сразу хорошо выступал, вот. Далеко не сразу. И как было со зрителем? И как было со зрителем? Ну как? Так, и в тишину выступал, в полнейшую, вот. И вообще провалы были. Ужасные были выступления, провальные. Вообще не понимал, что такое комедия, не понимал, как шутить, вот. Думал, что просто можно выйти на сцену и что-то там рассказывать, не знаю, про... Какую-то жесть про простартов там, я не знаю. У меня есть такой блог в концерте. У тебя про другой. Ну, надеюсь. Вот. А как люди как-то реагировали на это? О, как реагировали на это люди? Ну, вообще... Мне нравится этот заход. Кажется, будет интереснее. Да. Когда я начал выступать в Минске, очень тепло ко мне все отнеслись. Несмотря на то, что я многого не умел, там, не очень хорошо выступал поначалу, не очень смешно шутил. Очень сообщество комиков наших в Минске тепло ко мне отнеслось. На тот момент у нас открытые микрофоны. По сути, один только открытый микрофон был, который проводил Дима Нарышкин. Вот. И Дима рассказывал мне такую историю, что там на моем первом выступлении пришли какие-то бритоголовые чуваки, которые сидели в зале там и что-то там фыкали. Вот. И Дима что-то там пошел и сказал, если кто этого пидора тронет, я лично за него вступлю. Узнаю Диму. Да. Да. То есть, я почувствовал поддержку однозначно от нашего сообщества. Вот. И у меня стало достаточно быстро получаться. Я как-то стал входить в эту тему. Вот. Как-то у меня пошел прогресс, я стал смешнее выступать. И от публики тоже я быстро почувствовал отдачу. Вот. У меня в Минске были какие-то там свои зрители, которые на меня приходили, которые меня очень поддерживали. Там писали мне в личку, там типа продолжай, очень смешно. То есть, у меня прямо была очень мощная поддержка. Вот этот первый год до открытого микрофона, когда я занимался, прямо Минск мне такой кредит дал. Вот. Большого очень доверия, на самом деле. Вот. Хотя начало не было прям таким звездным. Начало вот. Я вот помню свой первый открытый микрофон, я выхожу и в полную тишину что-то. А ты сразу на свои темы начал говорить? Или? Да. Да. Я сразу начал говорить на эту тему. Прикольно, потому что я от Славы Комиссаренко слышал, что у него был очень тяжелый старт карьеры в Минске. Угу. Когда еще был комеди «Беларусь», по-моему. Угу. И что он говорил, что им даже на улице кричали типа «Вы говно!» Угу. И мне это очень плохо укладывалось в том, что белорусы в моем представлении такой добрый народ. Я... Что нужно сделать, чтобы тебе белорус на улице кричал, что ты говно? Это прям... Надо очень постараться. Ну и сейчас ты как-то подразвеялся. А почему ты уехал в Америку тогда? Да. Я просто... У меня это как-то вот все в голове было, что, наверное, в Беларуси с этим тяжеловато, поэтому ты поехал. Да. Я, когда мне было там 20-22, поехал в Америку, потому что, да, мне хотелось уехать. Хотелось жить в Америке. Это была детская мечта еще с первого класса. Я учился в специализированной английской школе, где это еще был Советский Союз. Заветный приз был поездка в Америку в 11-м классе. Если ты хорошо учился и был лучшим учеником, то ты по программе обмена ехал в Америку. Ну, в общем, все так и случилось. Поехал я в Америку и по программе обмена, и по одной съездил, и по второй. Вот. Потом поехал жить в Америку. Вот. То есть, свою детскую мечту я осуществлял, а уже еще к тому моменту я уже и в подростковом возрасте понял, что я гей. И, соответственно, конечно же, я в какой-то степени убегал от этой гомофобной реальности. Я убегал от нее в Америку. В Америке я получил за годы жизни там, конечно, заряд очень сильной свободы, вдохновения, без которого, я думаю, возможно, я не выступал бы сейчас. Вот. Потому что там, конечно, я почувствовал себя уверенно, как открытый гей. Если бы я остался в Беларуси, не знаю, были ли у меня бы вот эти силы и уверенность, чтобы выступать с этой темой. В любом случае, я понял, что бежать от чего-то – это не выход. Бежать от чего-то – это не выход. С годами я это понял в Америке, понимаешь? Что убежать от каких-то проблем, которые ты испытываешь здесь, убежать, закрыться от них, спрятаться где-то в другом месте – так оно не работает на самом деле. Вот. И поэтому, как бы, я и приехал в Беларусь в 2014 году. И стал много времени здесь проводить. И мне очень нравилось быть на родине. Я понимал, что мне нравится говорить на своем языке, мне нравится выступать в стендапе для своих, в своем вот этом культурно-языковом пространстве. Вот. И, конечно же, вот ты видишь вот эту гомофобную реальность вокруг себя, которая тебя пугает. Вот. До отъезда в Америку меня побило 6 человек. Вот. Это было за 10 дней до моего отъезда. Одновременно? Одновременно, да. Одновременно. Я хорошо помню, что я в Америку приехал, ходил с самолета, у меня синяки были вокруг глаз. Но это вот так вот совпало. Вот это вот избиение и мой отъезд в Америку вот так вот совпали по времени, да. Когда я вернулся в Беларусь, конечно, все эти картинки были живы в воображении. Но я понимал, что, как бы, нужно страху посмотреть в глаза. Понимаешь? Нужно с этими проблемами совладать как-то. Вот. И, соответственно, я подумал, как я могу с ними совладать. Как я могу вот на своей родине, которая так меня пугала в свое время, от которой я убежал, как я могу на этой родине жить так, как я хочу. Вот. Как я могу прогнуть эту действительность под себя и все сделать my way. И вот мне пришла такая гениальная в голову идея, что я пойду в стендап и эту тему раскрою в стендапе. И сцена меня защитит, конечно. Просто когда человек на сцене стоит, то, естественно, бритоголовый человек в зале слушает, а не кидает в него стулом. Понимаешь? Да. А еще и Дима на рысь. А еще и Дима на рысь нет. Ну ты прогнул. Ну ты прогнул эту реальность. Вот. А Беларусь поменялась, пока тебя не было? Или ты туда же вернулся? Поменялась ли Беларусь, пока меня не было? Значит, так, поменялась ли Беларусь? Хороший вопрос. Беларусь сильно поменялась внешне, потому что она стала более благополучной. Вот. Когда я уезжал, у нас не было сервисов, гостиничных сервисов для котов и собак. Вот. А сейчас у нас как бы есть все, что есть в европейских странах. Вот. В этом плане она поменялась. Вот. В плане свободы и чувства уверенности, что ты можешь жить так, как ты хочешь, поменялось не так много, на самом деле, к тому моменту, как я вернулся. Вот. Поэтому, ну, пришлось самому брать дело в свои руки и... Менять. Ну не то, что менять, а просто создавать себе какое-то пространство, в котором ты мог бы быть сам собой. Вот. Но. Я не хочу брать на себя какой-то тут... Давать себе какой-то credit. То, что я сейчас скажу, это я не даю себе какой-то credit. Я просто говорю, что это так чисто совпало по хронологии, что... Я выступил в открытом микрофоне. У нас в Беларуси после этого появилась гей-пара, кондитеры, которые ведут блог про свою жизнь, как гей-пары. В инстаграме достаточно популярный блог. Домастер называется. У нас после этого в Беларуси появился активист, который ведет проект «Дело пидора». Вот. Он вообще занимается очень интересной вещью. Он занимается апроприацией слова «пидор». То есть типа... Как темнокожие... Как темнокожие забрали себе слово «ниггер». Типа... Ну, значит, пидор будет наше слово. Андрей Завалеева зовут, да? У нас в Беларуси появилась открытая трансгендерная девушка, которая, кстати, снялась... снялась в клипе, который был основан на её жизни. Это был клип для белорусской группы... Айова? Нет, не для Айовы. Это был клип для какой-то белорусской группы. И клип был основан на её жизни как трансгендерной девушке. И клип даже соревновался на каком-то престижном фестивале видеоклипов. Сейчас говорю, как какая-то белорусская... белорусская женщина, которая... Вот наши поехали! Наши трансгендеры. Наши трансгендеры. И вот наша девочка такая хорошая поехала и в Берлине. Там был конкурс и вот она там... Качественные белорусские трансгендеры. Качественные. Мы всё делаем, да. Белорусское качество. Белорусское качество, да. У нас ещё трикотаж хороший. И трансгендеры, и трансгендеры. Молоко. У нас белорусское посольство, кстати, в Москве. Здание белорусского посольства в Москве. Это очень красивое здание девятнадцатого века, где написано посольство Республики Беларусь, главный вход. А там ещё есть боковая дверь, и там написано белорусское обувь. Ну, типа, потому что чем им заниматься? Ну, товар лицом, да. Ну, я просто подумал, что если бы это было другое посольство, то боковая дверь это был бы там консульский отдел, визы. Ну да, да. А в Беларуси же не нужны визы. Они подумали, ну, значит, пусть будет обувь. Как по-американское надо сдавать телефон. А ты обувь сдаёшь? Нет, в смысле, ты сдаёшь, не дай бог, и сфоткаешь белорусскую обувь. Нет, у нас... Мы живём в очень спальном районе на Домодедовской, и... Зачем я это сказала? Все гомофобы поедут на Домодедовскую. Мы живём в очень спальном районе, и у нас было на лифте объявление, что, типа, распродажа белорусской обуви очень качественной. И дальше там номенклатура. Ботинки мужские из байки. Кожа натуральная. И, знаешь, это всё очень серьёзно. А вверху Лукашенко вот так держит план. Да. Я, кстати, видел эту рекламу. У нас на Динамо тоже было. Ну, это, видимо, какая-то очень крупная организация. Интересно, они его башляют за то, что он рекламное лицо обувь. Конечно, нет кожи. Кто знает. Кто знает, как там система отношений построена. Но, мне кажется, ты, конечно, не хочешь take a credit брать с твоим идеальным английским акцентом, но, мне кажется, твоё появление поспособствовало этому однозначно. Ну, как бы, я уверена, что, условно говоря, если в России появится такой же смелый человек, ну, как бы, ты должен понимать, да, что ты вот какая-то уникальная личность реально в наше время. Потому что говорить об этом так открыто и через шутку, и не быть жертвой при этом, в общем, и кайфовать от всего того, что ты делаешь, это прям, ну, очень круто. Ты прям очень классная ролевая модель. И поэтому люди, мне кажется, в Беларуси на это отреагировали. У нас в России нет ролевой модели. Ну, реально. Ты есть. Но на тебя всё равно смотрят, как на белорусах гея, понимаешь? Ты белорус, ты вот, как бы, приехал. И они такие, а, ну, в Беларуси так можно. Ну, да, в России... Даже не бэмпы-то, а в Беларуси. Мы в Беларуси бы жили. Ну, у них хороший трикотаж, прости им, как бы. Не, у нас скоро будет союзное государство, и это будет наш гей. Ой, единое государство. Идея единого государства меня пугает сильно. Не хотелось бы, чтобы у нас была единая государство. Никому не хотелось бы. Ну, мне кажется, тут... Ну, а вам-то что? Это не нам решено. Ну, слушай, ну как-то... Вы бы наоборот должны хотеть. Вы же россияне, типа. А чего нам хотеть? И чтобы у нас была ещё больше страна? Нет, у нас будет ещё больше санкций, мы ещё больше не будем... Понимаешь, так-то мы можем есть хоть какую-то вкусную еду через Беларуси, которую наклеивают Made in Belorussia. Да, наородские креветки. Мы поставляем вам геев и креветки. Ну... У нас... У нас импорт. У нас идёт импорт в Россию. Геев и креветок. Ну, потому что мы же специализируемся на обоих продуктах. У нас в Минске как? Так, у нас креветочный проспект пересекается с площадью притальных пиджаков, если вы не знаете. Ну, в общем, мне кажется, что тут, это вообще отдельная тема, вот, мы, наверное... Мне кажется, ещё кредит должен взять... У тебя идеальный английский. У меня? Нет, конечно. Спасибо. Папа твой должен ещё взять кредит, потому что я, судя по Инстаграму, я не то, что сильно погружён, но у вас суперхорошее отношение. Да. Что при моём воспитании, таком, Курско-областном, кажется неожиданным, что папа вообще принял. Да, папа принял... Сейчас, извините, я возьму телефон, покажу вам кое-что. Папа сейчас в Москве мой. Здравствуйте. Приехал в гости на четыре дня. И вот у нас была вечеринка нашего проекта, и у нас ведущая нашего проекта Ира Мягкова поздравила папу прямо со сцены. У нас у всех есть родители, сегодня у Паши, в зале его папа Валерий Александрович, где вы? И у нас сегодня день рождения, и Паши очень как я думала поздравить. С днем рождения! Всё. Вот, папа пришёл на нашу вечеринку, посмотрел наше шоу, ему очень понравилось. Потом он говорит, что по пути в туалет его двадцать человек ещё с днем рождения поздравили. А у вас сразу всё было хорошо, или был какой-то период принятия? Сразу у нас всё было хорошо, папа принял меня, и вообще никаких затыков на эту тему не было. Я жил в Америке на то время. А, то есть оттуда сказал? Да. Ну вот это то, про что я говорил, тогда ещё была телефонная связь. Это то, про что я говорил, что когда ты живёшь в Америке, ты получаешь портное вдохновение, сил для того, чтобы быть собой. И вот я почувствовал вот эти силы для того, чтобы позвонить родителям и сказать, я хочу с вами поговорить на эту тему, я хочу быть открытым. Я говорю, вот, папа, есть одна тема, которую я хочу с тобой обсудить. И мой папа сказал, Паш, слушай, ну, в принципе, если ты хочешь, то можно и не обсуждать, потому что я уже понимаю, что есть такие темы, на которые, может быть, тебе будет очень сложно говорить. То есть мой папа уже предвидел, что я ему собираюсь сказать. Ну, ты сказал. Да, я сказал в итоге. Я сказал в итоге. И папа такой, ну, что ж, в принципе, показ мод... Нет, наверное, возможно, он так не сказал, но судя по его абсолютно спокойной реакции, возможно, он подумал, ну, что ж, тот показ мод, который ты делал в 12 лет, где ты был Линдой Евангелистом, и у тебя был просто вот здесь шарф висел, который закрывал тебя вот так вот. Теперь это всё сходит. Вот. Как бы... Это очень шишно, Паш, прости. И потом папа мой рассказывал мне такую историю, что после моего камин-аута, вот, сразу после моего камин-аута у него на работе был такой прецедент, он мне рассказывал, что тоже мужики в курилке собрались, и вот началось вот это Содом и Гамора, и вот это же из-за гомосексуализма Господь это всё и снес с лица земли. А мой папа человек религиозный, у нас весь дом завален православной литературой, и мой папа и в церковь ходит, вот, и меня с детства приучал в церковь ходить. Я крещённый гей, кстати, вот, люблю ходить в церковь. И мой папа рассказывает, что он популярно объяснил людям, что Содом и Гамора были стерты с лица земли не поэтому, не потому что там люди занимались гомосексуализмом, а потому что просто они из-за их гордыни, так сказать, Бог там решил их покарать, а не из-за сексуальной ориентации. Папа мой вступался за меня, вот, в разговорах с коллегами. Папа приходит на вечеринки проекта «Женский стендап», присутствует там, поддерживает меня очень, вот, вне зависимости от качества моих выступлений, он всё равно поддерживает и внушает уверенность мне. И мне очень повезло с папой, очень повезло сильно. Хотя наши отношения в других каких-то моментах, может быть, складывались сложнее, вот, потому что в детстве мы, возможно, не были сильно близки, не были сильно близки с ним, вот. Хотя мы всегда жили вместе, вот, но, может быть, мы не проводили так много времени по каким-то причинам вместе, может быть, у нас не было такого вот, прямо в детстве, такого, знаешь, вот, поехали на рыбалку и спали в палатке три дня и приехали грязные, да. Может быть, этого у нас было не так много, вот, и поэтому сейчас у нас с ним такой период, когда мы с ним вот это всё наверстываем, очень много времени вместе проводим. Он ко мне приезжает там в Москву на три-четыре дня, мы просто неразлучны, там, ходим по Москве, по театрам, по стендапам, по музеям, по выставкам, вот. И вот сейчас, да, мы с ним очень близки и прямо, ну, очень-очень меня поддерживает очень сильно. Очень круто. А для него в жизни стало сложнее, ну, вот, типа, в отношении других, я не знаю, его мужиков, друзей его, я знаю. Нет, его жизнь не стала сложнее, и моя жизнь не стала сложнее, потому что мужики, друзья, родственники. Никогда не бывает такого, чтобы дверь квартиры распахнул какой-то дядька с ноги и сказал, так, я поставил открытый микрофон, чем там Пашка занимается, что это вообще такое? Хотя... Отпустил свою Америку. Да, что она там с ним сделала, америкосы эти проклятые? Пиндосы. Пиндосы. Это что, месть Запада нам, да, за санкции, что ли? Сейчас пересказывайте комментарии под этим подсказом. В реальности все происходит совершенно по-другому. Какие-то родственники, друзья, они просто такие, да, Паша был на телевизии, на каком телевизии, ой, что-то, ничего не знаем, нет. Это все нивелируется, понимаешь? Это все нивелируется. Люди ведут себя гораздо более дипломатично. Если они что-то видели или смотрели, и если у них есть какое-то негативное мнение по этому поводу, по крайней мере, я так понимаю, они держат его при себе. Нам не приходится выслушивать ничего такого. Плоховато. Я как будто побывал сейчас в какой-то параллельной реальности. Не, ну, мне кажется, что... Мне кажется, так это и работает, на самом деле, да. Так это должно быть. Ну, в общем, я что хочу сказать, что в жизни все гораздо проще. Вот перед тем, как там сниматься в открытом микрофоне, я там сижу и думаю, боже, а как же это пройдут эфиры? Это ж мне нужен будет бронежилет, это ж мне будет газовый пистолет, мне нужна будет охрана. А потом проходит эфир, и ты понимаешь, что никому, на самом деле, нет уж такого большого дела до этого. В жизни все гораздо оказывается проще. Вот. Проще всю жизнь. Я бы хотел на этом... Пока мы ничего больше не сказали, я бы хотел, чтобы это была финальная мысль. Давайте я пожму руку, пускай комики все еще раз посмотрят. Спасибо тебе, что пришел, ты крутой. Ты очень крутой. И смелый человек. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Обожаю вас. Обожаю тебя, твой телеграм-канал, спасибо тебе за него. Окно... Пусть щетит. Окно в... Это действительно окно для меня в информацию, которой не хватает. Вау. До свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...